С утра возле здания Центральной избирательной комиссии можно было увидеть небольшую группу людей, на скамейках постельные принадлежности и бутылку с водой. Здесь представители партии коммунистов Кыргызстана на протяжении нескольких дней выражают недовольство предварительными результатами ЦИКа. Несколько человек объявили голодовку. Собравшиеся считают, что ЦИК должен отменить результаты выборов по городу Бишкек. Эти требования основываются на том, что выборы ничем не отличаются от выборов 4 октября. Аналогичная ситуация также путем подкупа, открытого подкупа, использования административного ресурса в виде домкомов и заучей директоров школ. Голоса получило 5 партий, которые представляют крупный капитал. Мы коммунисты не приемли этого. В трех партиях 15 владельцев строительных компаний. Эти люди не могут быть депутатами и не могут отражать интересы простых горожан. По мнению Исхака Мазалиева, ЦИК не должен молчать, когда в день выборов интернет-пространство пестрит новостями о подкупе голосов и массовом подвозе. В отношении нарушивших закон партий, ЦИК незамедлительно должен был принять меры. Протестующим вышли председатель ЦИКа Нурджян Шаилдабекова и ее заместитель Абду Джапара Бекматов. Они призвали членов партии дождаться отчётов региональных комиссий о нарушениях в день выборов. Вы спрашиваете о том, как можно узнать о результатах участковой избирательной комиссии. Так, вы, наблюдатели, присутствовали, когда участковая комиссия подводила итоги голосования в день выборов. Вы получили в руки заверенную копию протокола. Если вы заметили нарушение, то до вчерашнего дня должны были подать заявление в ЦИК. Теперь с сегодняшнего дня все поступившие заявления будут рассматривать территориальные избирательные комиссии. После подведениями результата выборов вы можете в трёхдневный срок обратиться к нам в ЦИК и выразить несогласие с решением территориальной комиссии города Бишкек. Хотела бы сказать о том, что каждое заявление рассматривается в установленном законном порядке. Дайте комиссиям вести свою работу. Я считаю, что стоять здесь нет смысла. Мы, как правовое государство, имеем возможность решать все вопросы в рамках закона. Каждое поступившее сообщение будет рассмотрено. Каждому из них будет дана правовая оценка и по каждому будет принято решение. Позже партии, выражавшие несогласие с итогами выборов в Бишкекске городской Кенеж, объявили о прекращении голодовки. Тем временем политологи считают, что митинги после выборов стали привычным явлением в кыргызском обществе. Однако их могло и не быть, если бы на выборах побеждали новые лица. Но, к сожалению, мы видим только новые названия партий. Но в списках этих партий мы не видим новых лиц. Те, кто пришел сейчас в классе, мы их всех прекрасно знаем. Мы знаем, как они работают, мы знаем, какие цели они преследуют. Поэтому надеяться на то, что что-то изменится в лучшую сторону, не приходится. 11 апреля состоялись выборы в местные Кенежи и референдум по Конституции. Согласно предварительным итогам Центра избиркома, 7-процентный избирательный порог в столичный Кенеж преодолели 6 партий. Это партии МГЕК, Акбата, НДПК, Атаджурд Кыргызстан, Интамак и Наш Народ. Всего в предвыборной гонке участвовали 25 партий.